это наша солнечная батарея висит здравствуйте с вами газелистка на моем канале вы сможете увидеть как я езжу за рулем ремонтирую газель строю дом и еще много полезного подписывайтесь на мой канал ссылка в описании вот такого вы еще не видели всем привет я все никак не могу доснять ролик про печь своими руками потому что все не хватает времени хотя я планировал его еще снять два дня назад но как-то не срослось потому что случилось то что самое такое печальное что может случиться при данной погоде у пчеловода это запустилось роение по второму кругу что довольно конечно печально потому что отроились все семьи которые с таким трудом втащил в этот медосбор на просто максимальной максимальном пике они туда вошли огромные семьи хорошо очень работали естественно не роились но вот за эти 16 дней они все по вошли в роевое причем вошли в роевое до такого состояния что ну и некоторые вылетали в дождь когда печь складывал но я об этом даже и не думал что может быть такое потому что несмотря на то что погода была плохой хоть какой-то взяток они должны были там приносить но они вошли в роевое за эти 16 дней и позавчера роились все в первый солнечный день в общем много я потерял всего некоторые отроились в какие-то другие дни видимо те что совсем были жутко сильные они отроились в дождь прямо отроились я не знаю как это случилось потому что не было дня чтобы дождя не было вот и сейчас опять дождь то есть поэтому не знаю я что там будет в дальнейшем у нас к сентябрю но с пчелами ситуация такая что вот они вошли в роевое во второй раз сейчас уже бесполезно что-либо деть у меня нету ни ульев пустых ничего у меня в общем нету чтобы даже хоть как-то задержать может быть налет на матку сделать или еще что-нибудь просто а потом обратно соединить но ничего у меня нет ни пустого ничего ничего нет и и выдумывать в принципе тут уже тоже нечего ну поскольку они уже в основательном роевом это уже мало поможет ну в общем с пчелами ситуация такая и позавчера у меня а нет вчера получается я еще немножко скачал меда потому что мне нужно было освободить рамки оса не нужно было освободить рамки суш чтобы мешать ее с вощиной потому что очень плохо пчелы отстраивают голую вощину если на отводки оставил магазины чтобы уже поставить и все и довольствие не забыть но мне не хватает ничего я сейчас ставлю просто как просто вот именно вощину голую они туда естественно идти не хотят вот вчера я немножко взял рамок на куба тейнер там буквально несколько немножко скачал тех еще что с весны были не запечатаны а сейчас они их доработали вот в те три дня до запечатывали в эту сухую в дождливую погоду мед жутко густой заняло это гадское количество времени потому что он не хотел вообще никак через фильтры идти вот вообще просто не лился и все за полчаса там на донышке сливалось поэтому мне пришлось его дома нагонять температуру в доме чтобы это все разогревалась и текло в общем часа четыре этот куба тейнер стекал с медогонки но он все-таки успешно стек поэтому сейчас я быстренько доделаю себе еще в перемешку вощины и надо будет свести потому что сейчас смотрите пчелы усиленно сушат эти рамки которые я оставил на улице ну естественно потому что никуда их еще в машину я не хотел их они все там залит за запачкают не в багажник а сейчас пусть они немножко это все по обслушивают и дальше я это все смешаю с вощиной расставлю еще и еще магазины так все-таки надежда она какая-то есть что погода будет хорошая и все и тогда я уже смогу наконец заняться роликом про печь про раз да не про раствора про то как правильно наносить этот раствор на кирпичи но к сожалению перед этим мне опять-таки надо починить машину у меня заклинило заднее колесо не знаю что там случилось но я его еще не разбирал но думаю что просто что-то в барабане с колодками может быть лопнула пружина какая-то или еще что-то и колодка какая-то встала поперек то есть она периодически клинит и полностью колесо стопорится если назад сдаешь она расклинивается и можно еще чуть ехать таким образом я и доехал но сейчас буду разбирать колесо уже вместе с вами посмотрим что там случилось с ней как обычно ну сейчас я быстренько рамки тогда себе доделаю потом пойдем разбирать уже колесо в общем все разобрал я это колесо вот оказалось что где она вот эта штучка который до штучка и держалась вот здесь или с какой-то или наверное с другими с другой стороны не с этой стороны вон там пас шплинт здесь вот в дырочке где он вот здесь был его просто срезала затем ее как-то выгнула перевернула и все и все колодки все колодки раздробила то есть но в принципе по идее ничего страшного сейчас и это все новое только надо купить новые колодки и новый вот эту штуку новую потому что дырку полностью за замяло так что и там высверливать только если по новой надо в общем принципе на ничего страшного по идее тут не случилось единственное что из-за этого вот и тормозной барабан стал неравномерный с одной стороны большего выперла но наверное это ничего страшного новый поэтому ладно почищу все здесь и заменю все починил проверил все работает пришлось вот купить такой набор и новые колодки но другие ставить пока не стал вторые потому что они новые тоже там они вообще почти не стощены на будущее останется так что сейчас рамки соберу поставлю пчелам и потом уже можно будет наверное что-нибудь про печку заснять так все почти все уже обсушили здесь кстати в этом году я вощину не ставил вообще почти в большинство рамок вот так выглядит сот который пчелы сами отстраивают только трудневые ячейки больше ничего и с них очень легко откачивается ничего не ломается ничего не крошится потому что ячейки огромные то есть никакой проволоки вообще просто рамка и все без проволоки без ничего получается вот такой вот отличный сот с которого просто все прям вываливается буквально из-за из-за размера ячеек а вот те что с ячейками из подвощины обычной нетрутнивый вот с нее всегда тяжело идет особенно вот этот весенний мед вообще не льется сквозь нее здесь еще куча ос это все из того гнезда просто все в осах наверное я их сегодня попробую потравить надо потому что уже становится как-то некомфортно их какое-то адское количество сейчас я покажу их гнездо вот смотрите здесь сколько вас сразу целая пачка надо это все уничтожить потом поставить ловушку для ос с вареньем потому что пчел это на варенье не летят а вот осы прекрасно и собрать всех которые останутся так они вот вон оттуда вот вылетают я не тут сейчас мы приблизим а вот здесь ну что хоть кто-нибудь один то вылететь нет а вот в общем и их там уже наверное не одна сотня штук все здесь осы у них уже тут судя по всему скопление в том гнезде больше чем в ульи у пчел они везде здесь все заполонили жалко я забыл дихлофос купить когда сейчас ездил потому что это жесть какая-то жуть такого количества ос я здесь не встречал надо их удалять отсюда с участка потому что это явно уже не безопасно что им в голову бредет ближе к осени ну что часть рамок я уже раздал давайте сейчас покажу вообще как я кстати не показывал как я объединяю пчелиные семьи сейчас я уже объединяю их без помощи каких-то либо препаратов асд тогда использовала просто вот у меня здесь видно две семьи я здесь поставил несколько слоев три слоя бумаги это для того чтобы медленно происходило разгрызание это занимает у них где-то почти двое суток объединение через три слоя толстой этой бумаги и они вообще без боя без ничего объединяются никаких трупов ничего вообще нет все спокойно все пчелы объединены сейчас я у меня уже два дня это стоит лист сейчас я его уберу а потом где-то еще недельки через ой твой недельки дня через четыре я просто посмотрю где расплод верхнем или нижнем корпусе если расплод верхнем корпусе я его ставлю на низ значит там матка и ставлю разделительные решетки верхний корпус ставлю наверх то есть меняю местами если же верхнем корпусе молодого засева нет значит матка в нижнем корпусе осталось которую они выбрали и все и Значит, я просто ставлю разделительную решетку и оставляю как есть. Дверхний корпус остается под мед. В общем, так что сейчас я отсюда эту бумажку и уберу. Вот другая семья. Тоже они здесь прогрызли все дырки. Можно спокойно, смело объединять. Ну, тут уже из второго корпуса, из этого почти все пчелы ушли вниз через эти дырки. Значит, явно матка осталась та, что внизу. Ну, тут злые. Здесь среднерусские. Ну, все, все, что у меня было, я расставил. Получается, после объединения, например, вот такие вот башни. Где-то вот через магазин, где посильнее. Вот тут, здесь еще дополнительные магазины там ставлю. Вот лед хороший, семья сильная. Так что получается, что как бы три магазина. Ну, посмотрим. Вряд ли, конечно, там что-то такое будет. Конечно, у меня тут жуть, если надо все это прибраться бы на пасеке. А то я здесь все в попыхах, столько всего набросал. Но потихоньку я приберу. Пойдем. Пойду пока теперь. Сейчас там Юля у меня с Евой. Дособираем кипрея. Потому что мы его тут усиленно в любой... Точнее, вот как все подсыхает, дождь когда прекращается. По крайней мере, надо ждать, чтобы часов пять прошло после последнего дождя. Поэтому приходится собирать больше, чем обычно. Ввиду того, что так бы мы каждый день собирали и в нормальном количестве. Но поскольку дожди, очень редко выдается вообще денек, чтобы его пособирать. Так он... Ну, слава богу, еще время есть пока небольшое. Еще он еще не начал даже отцветать. Еще не весь зацвел. Так что все будет в порядке. Ладно, все. Пойду. Всем пока-пока. Ты набрала? Я. Он набрала. Это было непросто. Потому что Ева сегодня совершенно не хочет слезать с рук. Ага. Ты меня так близко снимаешь, Саш? Далеко же. Вон тут какие хорошие... Ай, тут еще не созрел. Сейчас поеду. Ладно, давай тогда я тоже помогу сейчас. Давай. Я вот тут, кстати, не заметил поначалу. А здесь вот кто-то ездил к пасеке моей. Прям в упор. Вот здесь из кустов. Причем неизвестно какой-то дорогой. Проезжал на какой-то большой машине. И прямо вот видно до самой почти пасеки доехал. Чего они здесь хотели, непонятно. Зачем они это сюда заезжали? Ну, факт налицо, что вот ездили. Похоже, что вот здесь они разворачивались или как-то. Здесь все примято. Это нехорошо, да, Ев? Нет? Мама. К маме, к маме сейчас.